Добрый день, зрители нашего канала! Сегодня мы хотим вам представить огурец Casius. Его много уже видели. Это от компании ZKI. Мы видим, вот он огурец. Шикарный огурец, очень урожайный, с очень хорошей завистью. Что мне нравится тем, что он не скидывает зависть, он всю ее держит. Даже если в питании у него хватает, а при этом на 5-6 огурцов за раз, то соседнюю зависть он старается не скидывать, а потом ее доливает. Вот огурец. Огурец шикарнейший. Огурец достаточно устойчив к болезням, имеет хороший товарный вид. Вот посмотрите. Хорошая шипастость, хорошая колючка. При том, что сегодня 31 мая, высокая температура у нас. Уже температура выше 34 градуса были. Но при этом абсолютно хорошо колючий огурец. Очень тяжелый огурец, задать должное. Такой огурец будет иметь хороший вес. Это очень хорошо. То есть данный огурец имеет шикарнейший цвет. Видите, цвет самый талантный. Сейчас он и не черный, то есть для весны такой, как бы, никто не любит черный огурец, да, как вот там турецкая селекция, испанская. Он и не светлый, да, то есть он темно-зеленый, но нормально темно-зеленый, как нормальный огурец, да, то есть вот. Поэтому огурец данный. И он очень урожайный и устойчивый. Мы видим, да, что огурцы, он ведь идут. Ну, недавно видели видео у Алима, да, там сколько уже они его при спускании, да, спускают. Мы его здесь, конечно, не при спускаем. Мы его здесь просто в голову заламываем и собираем потом на пасынках. Ну, технологии ведения огурца разная. Мы все-таки больше любим именно зонтиком разводить и потом собирать на пасынках, да, то есть кто-то любит при спускании собирать. Ну, здесь дело каждого. Но самый факт в том, что огурец данный может расти и так, и это, да, и очень хороший дает урожай. Урожай реально хороший. Огурец Casios хорошо выдерживает жару, хорошо выдерживает прямое солнце, но при этом хорошо растет и в притяненном. Огурец, притом, как вы видите, посмотрели у Алима, огурец очень может идти в долгую, то есть если у вас благоприятный более-менее климат в теплице, а для огурца это очень важно, он может давать месяцами, там и по полгода спокойно давать, огурцы. Главное просто соблюдать климат. В данный момент, конечно, очень важно сейчас это питание, в особенности это кальций давать. Из кальций удобрения, ну, оно самое оптимальное, это уралхимовский кальций, потому что при той же цене за килограмм, как и у конкурентов, да, потому что он дешевле даже импорта, у него концентрация на 25 процентов больше и оно просто дешевле, вы за то же самое количество будете давать, а денег будете, то есть денег платить столько же, а кальций как раз будете давать больше на 25 процентов, то есть это просто выигрышно, да, то есть всегда в такие моменты надо смотреть. Бывает, там кто-то видео нахваливает, там, фосфорное удобрение, например, этот, как его, фосфат мочевины, оно неплохое удобрение подкисляет хорошо, хотя он так же, азотная кислота подкисляет на порядок лучше, а цена, которая продается, да, там, пытаются в России продавать, фосфат мочевины, он дороже, чем МАП, моноаммонифосфат, а моноаммонифосфат, на самом деле у него концентрация фосфора лучше, там, 61 процент, и всякие вот такие, то есть из фосфорных удобрений, наверное, самое идеальное, это если на земле выращиваете, это моноаммонифосфат, если, конечно, у вас кокос, то, наверное, это моноаммонифосфат, то здесь вот надо смотреть, потому что там в кокосах аммиачного азота не должно быть много, да, ну, калийное удобрение для огурцов это идеально, все-таки нитрат калия, то есть вообще надо и нитрат магний, и нитрат калия, то есть не надо, ну, в особенности, если вы на земле выращиваете, сера всегда присутствует, в особенности, если вы выращивали помидоры с огурцами, сера у вас осталась от предыдущего, и очень часто сера есть в самой воде, то есть в виде серно-кислотного остатка, поэтому для огурцов лучше давать именно нитраты, нитрат калия, нитрат кальций, нитрат магний, да, безбалластные удобрения, так называемые, мап там тоже безбалластные, потому что там будет азот и фосфор, да, то есть вот вам все, то есть по идее, если у вас нормальное будет сильное растение, да, вы будете давать корневые стимуляторы, гуматы, растение будет более-менее все это хорошо усваивать, обязательно обратите внимание на корневые стимуляторы, там, если мы показывали, если у вас свои хорошие, то есть обязательно давайте гуматы, тоже позволяют растению хорошо расти и хорошо усваивать те питательные вещества, которые вы даете, отдельно мы там еще делали видео по такому препарату Теренова, который улучшает питание именно по фосфору, тот фосфор, который нерастворимый в почве остался, переводит его в растворимый и растение начинает его лучше усваивать, то есть здесь можно обратить на то или на то внимание, смотрите сами, но вот что по поводу этого огурца, скажешь, огурец классный, огурец в действительности достойный, спасибо бенграм, что они выпустили такой огурец, да, то есть это все-таки для них большой прорыв, поэтому огурец шикарнейший, сажайте, до свидания. Продолжение следует...